Так, глава региона потребовал четко отследить хронологию недавнего водного триллера, когда в квартирах из водопроводных кранов на Рязанцев пахнуло в прямом смысле слова неземной нечистью. Ссылка экспертов тогда была на некую водоросль, вступившую в контакт с химией водоочистки. Надо исключить подобные происшествия, и такова была суть губернаторского требования. Тем более, что первые известия о неприятном запахе были получены на прошлой неделе, как раз накануне заседания правительства. Однако об этом случае на оперативном совещании никто не доложил. Комиссия должна проверить, четко отследить хронологию происшествия и действия должностных лиц, правильность действия должностных лиц по соблюдению регламентов, в том числе по оповещению, причем регламентов не только внутренних, там водоканаловских, но регламентов, которые связаны с ликвидацией и предупреждением чрезвычайных ситуаций, в первую очередь. Кроме того, на вчерашней встрече в рязанских правительственных верхах Олег Ковалев поручил проверить всех должностных лиц региона, а также их домочадцев, на предмет соподчиненности и аффилированности с частным бизнесом. То есть у одних денежные дела делишки, а у других в руках власть. И пошла работать машина по личному заработку в режиме наивысшего благоприятствования и приоритета. Прецеденты в регионе, к сожалению, были. Правоохранительными органами были выявлены связи родственников, чиновников с бизнесом и так далее. Естественно, вы помните, что приходилось принимать кадровые решения, должностные лица уходили в отставку в связи с выявлением таких фактов. Задача состоит в том, чтобы максимально исключить саму возможность создания коррупционных схем. Добавим, что проверка, по словам главы региона, будет приурочена к предстоящей подаче налоговых деклараций.